Девушки отдыхают 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 района Сарага и Сайзов получил звание «Заслуженный работник культуры Тувы». Мы обязательно разработаем резолюцию съезда с учётом тех предложений, которые были сказаны. А эта резолюция, конечно же, будет отправлена тем, кто несёт особую ответственность за принимаемые решения. Это парламент, это правительство, это муниципальные органы власти. И мы будем руководствоваться теми советами, решениями, которые здесь вами были решены. Также в рамках праздников прошёл традиционный съезд животноводов Тувы. Району Тувы представили 160 делегатов. Впервые участвовали представители этнических тувинцев из Монголии. Пять делегатов съезда получили государственные награды. Почётная грамота главы республики Тува вручна Чабану Мопторгалы Авёрского района Алденолу Донгаку и начальнику Кошагальской районной станции по борьбе с болезнями животных республики Алтай Жанару Баяндинову. Почётное звание «Заслуженный животновод республики Тува» присвоено главе личного подсобного хозяйства села Чахоль Александру Санду и Чабану племенного осцилотческого хозяйства Деспен Тесхемского района Орлану Айдупо. В рамках съезда семи чемпионам надома 2017 года по разным номинациям вручены сертификаты на приобретение солнечных электростанций. В этом году клуб тысячников пополнился. Удостоверение чабанов-тысячников получили семь чабанов. В рамках проведения праздника животноводов Тувы состоялась церемония передачи ключей от машины для бурения скважин. Специализированное транспортное средство для бурения приобретено по итогам конкурса на предоставление гранта главы республики для предпринимателей, объявленного в январе текущего года. Победителем стал глава КФХ Айол Мады из Зерзинского района. Побороться в национальной борьбе на поле стадиона «Хуреш» собрались 240 борцов. После упорной схватки определилась четверка лучших. Это Айдемир Мангуш, Сылдыс Мангуш, Эрес Карасал, Саин Белек Тулуш. В финальной схватке встретились Эрес Карасал и Саин Белек Тулуш с государственным титулом слон. Последний стал победителем чемпионата. Это третья его победа в Надоме. Главный приз – автомобиль. В Туве появился союз молодых животноводов. Учредительное собрание состоялось 14 августа в Доме правительства республики. Напомним, в прошлом году в Туве стартовал губернаторский проект «Кэштег для молодой семьи». На сходах граждан были определены 105 участников. Они получили по 200 голов овец и зимнюю стоянку. В этом году реализация проекта продолжилась. 103 участника были утверждены. Как сообщает Минсельхоз Тувы, 100 семей получили скот, завершается строительство домов и кошары. Таким образом, меньше чем за два года в республике появилось более 200 молодых щабанов. В год молодежных инициатив, проходящих в Туве, они станут основным костяком создаваемого Союза молодых животноводов. Да и в целом, общественная организация поможет объединить сельскохозяйственную молодежь. Основной целью Союза является создание благоприятных условий для осуществления и развития деятельности молодых животноводов и других участников агропромышленного комплекса республики путем удовлетворения потребностей внутреннего и внешнего рынков качественными продуктами питания, работой и услугами. На учредительном собрании был утвержден проект устава, где прописаны права и обязанности общественной организации, порядок членства, органы управления, их компетенция и сроки. В президиум Союза вошли молодые животноводы из Кызылского, Улухемского, Тандынского и Пехемского районов. Тува признана единственным сибирским регионом, где на протяжении последних 10 лет сумели сохранить и нарастить поголовье скота. И о курсах валют. Доллар стоит 59,93 рубля, а евро – 70,37 рубля. О прошедшем первом международном фестивале Тувинской баранины и станет ли он ежегодным, поговорим в рубрике «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях первый заместитель министра экономики Тувы Риначи Домбаевич Оржа. Здравствуйте. Здравствуйте. Риначи Домбаевич, фестиваль уже позади. Как прошли в целом эти два дня? Ну, в первую очередь хочется сказать, что они прошли, как говорят, первый блин комом, но у нас не комом, а на хорошем, таком достойном уровне прошли. Приняли участников больше 20, в том числе и из зарубежных стран, Монголии, Китай. Нам показалось, что первый день, по крайней мере, 500 человек, 400-500 человек ко всем подошли, многие из них попробовали блюда. Во второй день порядка 100 человек точно пришли и смогли ознакомиться с блюдами. Давайте уточним. Первый день – это республиканский этап, второй день – это уже международный. Какие самые главные условия были для участников? Да, первый этап, он был на Тосбулаке, он проходил в юрточном городке, с шатром. Главное условие, вот если брать по критериям санитарным, то наличие медкнижки, наличие, что у них ресторан есть, мы должны были приехать, посмотреть, что у них ресторан есть, функционирует. И они должны были своевременно оформить заявку. Вот мы это и проследили. И главное условие, самое главное условие? Самое главное, чтобы они и со своими интересными блюдами выступили. То есть в каждом ресторане есть свое какое-то коронное блюдо, как правило, из мяса, и они должны были вот это свое блюдо из мяса туинской баранины в лучшем своем образе продемонстрировать. Вот самое главное условие. Кто входил в состав жюри? Кто оценивал участников? В состав жюри очень опытные люди участвовали, в том числе, допустим, представитель из гильдии поваров. Это по сибирскому округу, представители из Новосибирска были. Также мы в состав жюри посчитали необходимо включить, допустим, Роспотребнадзор. Это контролирующие органы, чтобы мы знали, что никто у нас, так скажем, не отравится после того, как попробуют баранина. И те, которые, ну вот любители, которые знают хорошо вкусовое качество мяса, так скажем, из народного жюри тоже мы люди подключали. Самое главное условие я хотела подвести вас к тому, что обязательно участники должны были готовить из мяса туинской баранины. Кто предоставлял мясо? Ну, в первую очередь мы хотели бы поблагодарить нашего генерального спонсора Евраз Меджигей Уголь. Они, соответственно, определили призовые места, призовой фонд для победителей, какие-то организационные они расходы на себя взяли. Министерство сельскохозяйства в плане предоставления барашек они помогли. Вот, наверное, основные, кого надо обязательно отметить. Республиканский был этап и международный. А в республиканском этапе, ну, вроде бы мы все живем в Туве, и нас как бы нечем удивить. Все-таки наши повара чем удивили? Может быть... Мы ожидали, что в основном все блюда будут, ну, как мы говорим, язехан и мясо, ну, классическое, как мы его варим, жарим. Ну, на самом деле оказалось, что наши рестораны, наши, как его, производители блюд, они очень тоже изысканно могут интересно приготовить. То есть кто-то это делал отдельно на костре, кто-то это делал, жарил, кто-то варил. Разнообразие было большое, даже наши представители, они... То есть кто как мог, они интересно по-разному приготовили. То есть не было одинаковых блюд, вот это точно. Жюри оценивало, ну, в первую очередь, вкусовые качества, еще сервировка. Сервировка в обязательном порядке, обязательно соответствие санитарным нормам, обязательно вкусовые качества, как бы просто и презентационно. Вот правильно презентовать блюда, это тоже как бы искусство. Вот эти моменты, ну, гильдия поваров Сибири, я думаю, они оценили, ну, по достоинству. Ну, думаю, что те повара, которые приехали к нам в гости, это уже международный конкурс. Как же они все-таки, вот из баранины, вот что они приготовили, вот мне интересно. Ну, вот из того, что, допустим, было, вот хочется сказать, допустим, райден, они приготовили баранью ногу, томленную в вине, вот они сказали, что 8 часов они ее, так скажем, томили. Мне показалось вот это блюдо очень интересное. Или, допустим, баранья печень в жировой сетке под фирменным соусом, анчелусы, там, каперсы, масло оливковое и так далее. Из Монголии представители очень интересно. Вот мы, допустим, внутренности барана варим по отдельности, они как-то так делают, чтобы это превратилось в один большой конвертик. И внутри там с овощами все вместе тоже, походу, приготовили только в духовке. То есть это овощи в желудке? В желудке, да, барана. То есть это смотрелось очень интересно, экзотично. Нам кажется, такое блюдо, ну, в ресторане, наверное, очень дорого будет стоить. Какие же все-таки отзывы у приезжих поваров от увинской баранины? Они, по крайней мере, когда выступали на стадионе Хреш во время борьбы, посвященной надому Хреша, ну, отозвались, что им очень понравилось, что они в следующем году с удовольствием снова приедут. Если мы будем проводить этот фестиваль снова, не знаю, недовольных, вот гостей у нас точно нету. Все сказали, что мы постараемся, обязательно, то есть не постараемся, а приедем в следующем году. Какие же результаты? Ну, международный этап у нас первое место занял кафе Кепель-Дркези. Это у нас Козели, кафе такое есть, Руслан Чашел, там шеф-повар. Второе место у нас занял шеф-повар ресторана «Мясо-мясо», это город Уфа-Башкирия, Константин Минеев. И третье место у нас занял шеф-повар из Барчи-Илдашева, это АЭС-групп, Новосибирск. В общем, это первые три места. Также у нас по народному голосованию в финале победил Райден, то есть людям больше всего, оказывается, блюда Райдена понравились, то есть мы по системе лайков их определили. В оригинальном этапе у нас лидеры определились, там, столичный, тоже Пель-Дркези на отборочном этапе, и Буян-Бадырга, вот такие у нас были финалисты. Ренат Чудамбаевич, все-таки это был первый кулинарный бой в Туве в таких масштабах. Можно ли сейчас говорить о том, что этот фестиваль станет ежегодным? Ну, мы сейчас потихоньку готовим справку на имя главы республики Шелкова Лечка Роу, так как это изначально была его инициатива. То есть надо туинскую баранину, как вы знаете, уже начали продвигать за пределами Тувы, то есть Московскую область, Красноярск, Новосибирск. И надо это, чтобы, ну, как бы по прибавочной стоимости, мы могли бы, наши животноводы могли бы больше зарабатывать. Мы должны ее популяризировать, в том числе в гастрономическом каком-то компании, чтобы рестораны именно ее брали по дорогой цене у наших чабанов. Но справку надо приготовить такую, чтобы точно мы понимали плюсы-минусы, то есть все-таки издержки очень немаленькие оказались в этом фестивале. В следующем году, если примется решение, то это будет уже ежегодный фестиваль. Может быть, лет через 10-15 это главный фестиваль будет по баранине, допустим, ну, по крайней мере, в Азии. Можно к этому привести, или там в России. То есть стратегически, если мы подведем к тому, что фестиваль баранини, вот, у любого человека в мире спросят, где это проходит, то будет говорить Туве, мы, так скажем, достигли своей цели. Вот то же самое, допустим. То есть это будет наш собственный бренд? Да, ну, как один из вариантов брендирования Тувы, так скажем, на международной арене. Вот, допустим, мы же знаем, что все проходят, если уж карнавал, то Бразилия. Ну, все вот это знаем. То есть как-то надо попробовать вот эту вот именно самую вкусную баранина, она находится в Туве, вот это вот понятие застолбить за собой. Вот стратегическая такая мысль есть. А вот если подытожить, вот фестиваль баранины, который уже прошел, те повара, которые приехали там из-за рубежа, из других регионов, они обмениваются как-то опытом с нашими поварами? Учатся у наших поваров именно? Ну да, вот те, которые приехали, как правило, представители российских, так скажем, ресторанов и индустрии, они из внутренности почти ничего не готовят. Для них это в новинку было посмотреть, как это у нас, как это преподносится, как это приготовят. Они этим были очень заинтересованы, да, вот это стоит отметить. Они еще обещали нам, что будут в своих городах, в странах тоже сообщать, что вот такой интересный фестиваль был. В следующем году будут агитировать других участников. Если мы сможем сделать более масштабно в следующем году, я думаю, это только плюсом будет для наших фермеров, для наших предпринимателей. Все-таки фестиваль проходил в первый раз. С какими-то проблемами столкнулись? Общее организационное. Вопросов было достаточное количество. На самом деле, организационный комитет сработал очень слаженно. Под руководством представителей хурала, представителей города Казалодина Иванова. Очень слаженно команда сработала. Все-таки тяжело проводить в поле. Мне кажется, если проводить в следующем году, то это надо большой какой-то ресторан, холл брать. А финал, то, что мы провели на Центре Азии, это хорошо. То есть продемонстрировать, но готовить все-таки в поле, это очень проблематичный вопрос, как оказалось. А мы хотели, чтобы люди и средства массовой информации все могли бы увидеть, как это производится. В чем именно состояла проблема готовки в поле? Это, во-первых, пыльно было или как? Погодные условия какие-то? Погодные условия, пыль, возможно, да. И все-таки под открытым солнцем тоже. Плюс еще плиты, где как ставить, электричество как проводить. Все-таки организационных моментов очень много возникало. А может быть, каких-то ингредиентов, например, в Туве нет? Нет, по ингредиентам замечаний у нас от участников не было. Практически все ингредиенты, которые были, мы обеспечили. В смысле, они просили. Я бы хотел еще сказать, что по нашему приглашению сюда приехала съемочная группа из НТВ. То есть вот это «Поедем, поедим». Они 17 сентября покажут, Джон Уоррен, про Тулу, про туинскую баранину. Всех зрителей можно пригласить, чтобы они вечером по НТВ это посмотрели, эту передачу. Спасибо, что пришли и рассказали нам про фестиваль. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был первый заместитель министра экономики Туве Ринат Чедамбаевич Оржак. Прервемся на рекламу, не переключайтесь. Сумки в роддом, подушки для отдыха, магазин и для будущих, и кормящих мам 9 месяцев. Теперь еще ближе к вам. Чурдум 31, торговый центр Алексеевский, второй этаж, отдел 50. КОНЕЦ КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Предпринимателям из числа лиц с ограниченными физическими возможностями предоставят отдельные льготы. В офисе будут работать 10 человек. Это сотрудники самого МФЦ, каворкинг-центра, бизнес-инкубатора, фонда поддержки предпринимателей, а также торгово-промышленный и кадастровый палат региона. Также в этом году в районах республики на базе действующих МФЦ появятся свои бизнес-окна. Сегодня мы находимся как раз на открытии МФЦ, то есть многофункционального центра, где будут предоставляться услуги, специализированные именно для тех людей, которые решились открыть свое собственное дело. На мой взгляд, это очень важное событие. Я бы хотел всех предпринимателей, всех людей, которые решили заняться своим собственным делом, посетить вот этот офис, потому что здесь работают молодые люди, которые очень осведомлены, чем помочь вам для того, чтобы правильно начать свое собственное дело. 14 августа в скульптурном комплексе Центр-Азии прошло открытие второго международного фестиваля Хэймей в Центре Азии, участниками которого стали более 200 музыкантов из 14 стран мира. Сегодня началась конкурсная программа фестиваля Дэмбилдэй-2017 и Хэймей в современной интерпретации. С самого утра в музыкально-драматическом театре республики полным ходом идут репетиции конкурсантов, где сошлись представители популярной музыки и музыкальные авангардисты. На репетиции побывала и наша съемочная группа. В стенах Тувинского театра во всю идут репетиции. Каждый из участников конкурса Хэймей в современной интерпретации хочет подольше задержаться на сцене, чтобы настроиться и адаптироваться к ней. Однако конкурсантов больше 30, поэтому на каждого участника выделено 10-15 минут. В составе монгольско-китайского ансамбля Цалам, что в переводе означает аркан, 7 участников, четверо из Монголии и трое из Китая. Первое время ансамбль состоял из трех музыкантов, где солировала певица Талинтуя Ван. Горловое пение исполнял от конкурсантов, аккомпанировал на национальном инструменте Амар Тувшин Ням Дорш. В 90-х ансамбль распадается и вновь собирается в 2005 году, уже с обновленным составом. Монголы, как и тувинцы, в своих мелодиях и горловом пении имитируют звуки природы и животных. Однако горловое пение у них не столь распространено, как в Туве, поэтому обучиться может только тот, чьи предки исполняли хумей, сагет или каргара. Это как в Туве, но мы еще хумеем живем. То есть живем в таком смысле, что мы выражаем свою благодарность, выражаем свои благопожелания. Если мы не можем дарить материальные дары, то мы дарим в качестве песни свою хумей. И этим наша культура является неотъемлемой частью нашего быта. Ансамбль «Цалам» приезжает в Туву во второй раз. Впервые были в 2015 году на первом фестивале хумей в центре Азии. На этот раз намерены обучиться азам горлового пения за короткий срок. Кроме гостей из Монголии выступят музыканты из Республики Алтай, Японии, Норвегии и США. Каждый участник фестиваля утверждает, что горловое пение и есть та мистическая сторона музыки, которая одним лишь звуком способна открыть ту тонкую дверь в прошлое и стать частичкой настоящего. Чинчи Самбуга, РС Хавалу, телекомпания «Новый век». Далее эфир продолжат новости короткой строкой. В Кызыл на День Республики прибыла представительная делегация города Минусинска во главе с мэром города. Гости провели рабочую встречу с главой Кызылой Диной Айон, побывали на состязаниях по борьбе хуреш и посетили национальный музей. Известно, что планируется и ответный визит козылчан к минусинцам на праздник помидора 18 августа. Города-соседи планируют подписать соглашение о побратимских связях. 5 миллионов семей в России улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу с момента его появления. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России. При этом 3 миллиона семей частично или целиком погасили жилищные займы. Что касается всех остальных направлений расходованием от капитала, Пенсионный фонд принял свыше 400 тысяч заявок на обучение детей и 3,5 тысяч заявок на перевод семейного капитала на накопительную пенсию мамы. Потратить эти деньги на реабилитацию ребенка-инвалида решили пока 80 семей. 14 августа активисты молодежного движения «Добрые сердца Тувы» при информационной поддержке телекомпании «Новый век» в Козыле организовали массовую битву подушками, принять участие в которой явилось множество людей, желающих весело провести время с участием Джона Уоррена, телеведущего кулинарно-познавательной программы «Поедем-поедим» на общероссийском телеканале. Напомним, что подушечные бои в республике регулярно проходят с 2016 года. Во всех районах и городах Тувы продолжается ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Задача акции – протянуть руку помощи нуждающимся семьям, сделать все возможное, чтобы новый учебный год для детей начался с положительных эмоций. Любая помощь, одежда, обувь, ранцы, канцелярские принадлежности, наборы для творчества, пусть и не новые, но в хорошем состоянии, будет значима для нуждающихся семей. Все школьные принадлежности можно приносить в пункты приема и сбора в центры социальной помощи семье и детям. Стали известны имена учащихся, зачисленные в Кызылское президентское кадетское училище в 2017 году. На сайте училища размещен список кандидатов, зачисленных в училище согласно приказу Министерства обороны Российской Федерации. В пятый класс зачислено 39 мальчиков, в восьмой класс – 20 девочек. Всего в конкурсных вступительных испытаниях приняли участие 540 кандидатов от Республики Това. И в завершение погоди прогноз представит Муза Черепанова. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды в студии Муза Черепанова. В четверг 17 августа в Кызыле днем облачная температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Вечером и ночью дождь плюс 16, плюс 17. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Давление 706 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неспокойное, относительная влажность воздуха 58%. Местами по Республике Тыва ожидаются грозы, сильные дожди, град. Усиление шквалистого ветра 15-20 метров в секунду. Всего хорошего! До свидания! На сегодня это все. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова